Ох, приветик! У нас лето! Почему шепотом? Чтобы не спугнуть. Что-то у меня, челка? Чтобы не спугнуть. Сегодня у нас вообще 26 градусов. И целую неделю будет тепло, до 30. Вот согреемся, наконец-то, дождались. В машине, как в печи. А куда я еду? Я еду в банк. Нужно с кредитами расплачиваться. В такую погоду даже с деньгами не жалко расставаться. Все цветет и пахнет, тепло. Жизнь прекрасна. Пусть даже и без денег. Ничего не поделаешь. А какие у нас тут кредиты, я расскажу. Мы когда приехали, мы не думали вообще здесь никакие кредиты не вступать. Ничего в кредиты не брать. По старой, как бы, домашней привычке. Так и дома мы никогда ничего не брали в кредиты. Старались все брать за свои деньги, которые собирались, подкапливались. Но здесь так не получается. Здесь и некоторые инстанции, которые нужно платить, они хотят, чтобы ты платила не наличными. Здесь невозможно платить все наличными. Здесь, что оплачивается интернетом, онлайном, это все нужно с какой-то карточки считывать. Или ты имеешь кредитные карточки, или ты имеешь дебетные карточки. Дебетная карточка у нас только у Маши есть. У меня, ну, у меня там 6,6, 0,10. На кредите ничего, ну, не ставится, я не знаю. Не было нужды. Открыть открыли, а, как бы, деньги не ставим. У нас все больше, как бы, кредитных, кредит мы берем деньги. Почему? Потому что не всегда есть нужная сумма на дебетной карточке. Мы же не миллионеры. Особенно за учебу, за Машин колледж. Особенно за там вот какие-то вот такие, которые медицинские услуги дорогие. Это все нужно в хорошей сумме, но не всегда их имеешь. Потому что, ну, потому что. И потому кредитную карточку здесь хорошо иметь. Но как мы себе только позволили одну в банке, вот в котором мы. Потом нам потихонечку начали предлагать магазины. Возьмите у нас кредитную карточку, и мы вам дадим там дискаунт на 10%. Так один магазин, так второй магазин, третий. И пошло и поехало. И мы, конечно, как бы, как и все, наверное, заримся на вот эти проценты, которые дают дешевле. И берем эти карточки кредитные. И покупаем в магазинах. Типа, не всегда. Я, правда, могу идти в магазин. Если у меня есть с собой кеш, я плачу кешом. Долларами. Если у меня нету, а такое, к сожалению, бывает. И нужно расплачиваться кредитной карточкой. Я даже не знаю по-честному, какие у них там проценты. Но мне кажется, что все банки тут одинаковые проценты дают. Если есть какая-то разница, то совсем вот такая мизерная, маленькая, что, наверное, не стоит бегать и метаться. Все они дают одной рукой, другой рукой забирают. И потому я несу. Несу, значит, сейчас у нас, как бы, самый такой большой кредит, который мы платим Маше за учение, за колледж. Сначала нам, типа, помогали, потихонечку помогали, потом, как бы, помогать не стали, потому что у Маши не фуллтайм она учится, она учится партайм, и помощи, как таковой, нет за партайм. Хотя она берет все предметы, которые сейчас ей нужны в этой, в нерсинг-скул, но это получается, что она только какие-то часы учится. А добирать часы для фуллтайма, какие-то другие предметы, мы не считаем это зацелесообразно, потому что нагружать свою голову ненужным какими-то вещами, у нее столько вот этого нерсинга, столько материала. Едем. Нужно пропустить. Скорая помощь. И, чтобы получать какую-то помощь, забивать ребенку мозги, который и так сидит день и ночь за компьютерами, за учебниками, мы не стали. Пусть мы будем платить. Благо, что платить там, ну, как бы, не сумасшедшие деньги, потому что это колледж, как бы, местный, не штатский. Штатный, в смысле. И потому, окей, тянем. Можем тянуть и тянем. По чуть-чуть, потихонечку выплачиваем. Потому что никуда не денешься. Хочешь, не хочешь, как хочешь. А платить надо. Вот и мы. И ходим в банк, и эти кредиты все, и это все. Правильно говорят, что в Америке все в кредитах. Да, но если ты имеешь кредит там, я не знаю, на сколько, на 6 тысяч, то это не кредит, который ты имеешь на 60 тысяч. Все кредиты зависят от тебя. Насколько ты свой кредит возьмешь. А кто работает на чеке, наверное, они, ну, как бы, все в банках, они имеют свои дебетные карточки. Не обязательно им в кредиты брать. Хотя тут говорят, что кредит хорошо иметь. Вдруг ты захочешь купить дом, у тебя уже будет кредитная история. Если ты не имеешь кредитной истории, тебе не дадут, там, допустим, дом купить, ты не сможешь. Банк, потому что хочет знать, как ты платежеспособный, или нет. Так что здесь так. Бабушка надвое гадала с этими кредитами. Но они все равно у всех есть. У кого больше, у кого меньше, у всех есть. И на каждой карточке, которая тебе дается, сначала дается 2 тысячи, потом 4, потом 10. Только бери и умей отдать правильно. И не трать. Многие здесь, конечно, попадают как бы в просаг с этими, со своими кредитами. Ну, окей, нас Бог миловал. Да, Бог и милует и дальше. Вот полиция кого-то остановила. Ну вот и все. Раз тут полиция, мы с вами будем заканчивать, потом еще встретимся. Так, я на месте. Сейчас приду. Субтитры сделал DimaTorzok Вот и все. Денежки ушли. Все, денежки ушли. Я потом вспомнила, что за что мы еще кредит оплачиваем за билеты. За билеты домой тоже. В кредит берем, деньги даем. И за билеты, вот теперь мы взяли на Флориду, тоже деньги кредитные. Почему бы и нет? Зачем платить всю сумму сразу, копить эти деньги, держать? Одолжили и по чуть-чуть выплачиваем без никаких нервов, по чуть-чуть носим, сколько можем. Благо они не дают тебе сразу такие сумасшедшие какие-то суммы, которые ты должен выплатить там, допустим, за два раза или за три. Плотишь себе потихонечку, вот и все. И в ус не дуешь. Зарабатываешь и отдаешь. Зарабатываешь и отдаешь. Что здесь хорошо, даже точно так же. И зубы можно лечить. Потихонечку зарабатываешь и отдаешь. Зарабатываешь и отдаешь. Так что, не все так делается, как думается. Не все здесь так, как дома. Ну, так сказать, чтобы совсем плохо? Нет, конечно. Просто стараемся ничего такого в кредиты не брать. Даже те же машины. Брали всегда за свои деньги. Мы машины дорогие не брали. Потому как бы справились с маленькой потерей. Без крови. Так что, вот такие у нас дела. И, как бы, нам хорошо и им хорошо. Главное не просрочить эти кредиты, конечно. Главное вот так идти в струе, как говорится. По течению спокойно и тихонечко. Ну, пока работаешь, все окей. Главное работать здесь и работать. Потому у некоторых здесь и крышу сносит из-за того, что если теряется работа, и если сумасшедшие кредиты, тогда плохо. А так, в основном, терпеть можно. Все, мои хорошие. Вам всем пока. У вас тоже, наверное, тепло. И у нас, наконец-то, тепло. Всем хорошего дня и настроения. Бай-бай. Все, лето. Пойдем скоро загорать. Пока.